Наш следующий докладчик приехал с Украины, из города Харьков. Александр Филоненко, доцент философского факультета Харьковского государственного университета, исследователь жизни и деятельности Антония Сурожского. Он организатор выставок, посвященных митрополиту Арнодию Сурожскому. И Александр Филоненко представит доклад «Встреча с другим. Путь и учение митрополита Антония Сурожского». Прошу вас. Дорогие отцы, братья и сестры, друзья. Здравствуйте. Для меня огромная честь здесь говорить о митрополите Антонии, который совершенно не нуждается в презентациях на православных конференциях. Все с ним знакомы. Поэтому мне хотелось бы говорить о том, каким образом его богословие отвечает на нашу нужду в новой школе. И мое введение в его богословие будет служить в основном этой цели. Я просто напомню, что он родился 19 июня 1914 года и был фактически современником Первой мировой войны. Он принадлежал тому поколению, которое уже буквально биографически не застало Константиновую эпоху. Это были молодые люди, которые не только понимали, что уже нет православных империй, государств, нету сложившихся институций, храмов, школ, но и было не очень ясно, в том числе, что надо идти в церковь. Может быть, в нем самое прекрасное – это то, что он всегда был богословом начинания. И когда казалось, что неоткуда начинать, и все разрушено, было очень важно понять, где это начало. И в известной степени ответ его очень прост. Это начало в личной встрече со Христом, но, конечно, это требует каких-то пояснений. Встреча со Христом, собственно говоря, в буквальном смысле состоялась тогда, когда ему было 15 лет. После этого он не останавливался, стал учителем, монахом, врачом. Потом совершенно удивительным образом в Англии открылось его призвание священника и епископа. Это было и для него, и для всех его друзей совершеннейшая неожиданность. Всю свою жизнь он жил с французским паспортом в Англии и считал себя французом. И умер он в 2003 году, 4 августа, в день его любимой, святой Марии Магдалины. Действительно, прежде всего, он был величайшим проповедником в эпоху кризиса проповеди. Его мысль, его богословие рождалось в этом огне проповеди, и в его способности встречаться с совершенно разными людьми. Поэтому название доклада было выбрано организаторами, не случайно, встреча с другим. Потому что уж то, что, но встречаться владыка Антоний умел совершенно разными людьми. И поэтому этот опыт, во-первых, встречи, во-вторых, опыт проповедника каким-то образом сформировали его богословие общения и богословие встречи. Прежде чем перейти непосредственно к его мысли, я хотел бы просто подчеркнуть контекст, в котором мы можем читать его труды. С одной стороны, его речь, его способ мысли таков, что если вы откроете любую его страницу, посмотрите полстраницы, сразу поймете, что это митрополит Антоний, это очень узнаваемая речь, узнаваемые тексты, вы ни с кем не перепутаете. С другой стороны, конечно, ученые, богословы, они любят все контекстуализировать и задавать себе такие вопросы. Ну, например, неужели его мысль, его труды настолько уникальны, что не было ничего до, не было после. В конце концов, в каком богословском контексте мы воспринимаем его мысль? И это очень интересный вопрос, потому что его стиль, его манера проповеди, богослов, совсем не напоминает традицию русско-религиозной философии, очень далека от традиции неопатриистического синтеза, совершенно стилистически. И нужны какие-то самые общие характеристики. Я, наверное, достаточно перечислить тех богословов, которые не были связаны, может быть, биографически, но составляют определенный контекст богословия общения. Если начать с конца, то, наверное, стоит процитировать отца Георгия Чистякова, который однажды писал, что Христа Бога. Бога нельзя ни описать словами, ни охватить умом, ни увидеть, ни представить себе в воображении, его можно только встретить. Вот для богословия общения и богословия встречи, которому владыка Антоний, безусловно, принадлежал, начало богословия – это встреча, встреча с живым Богом. У отца Александра Мения есть очень красивое суждение. В отличие от других учений, христианство зиждется не просто на системе взглядов или заветах своего основателя, а на опыте постоянного живого общения с ним самим. И владыка Антоний всегда начинал с этого опыта живой встречи с живым Богом и говорил об этом, ну, например, так. Церковь является для верующего дивным местом встречи с Богом, «Встреча живой души и живого Бога». Такая встреча является радостью и судом одновременно. Радостью, потому что встретить Бога лицом к лицу – это величайшая радость, какую может пережить человек, ищущий Бога, или даже не искавший его никогда, но вдруг вставший перед его лицом и изумившийся его непостижимой красоте и любви. Но, с другой стороны, такая встреча является и судом, а именно страшным судом нашей совести. Я не достоин быть любимым. Вот в какой-то мере богословие владыки – это попытка смотреться внимательно во встречу с Христом, для того, чтобы потом через эту встречу увидеть и все наши встречи – друг с другом, с миром, с обществом, со всяким человеком. Каковы условия этой встречи? Если говорить о богословии общения, то для владыки Антония характерны два мотива. Первый мотив – уязвимости, как условия встречи. Один американский профессор долго расспрашивал его, что такое православная молитва, и когда они запутались вместе, профессор снова спросил, так что же такое молитва, какова ее цель, и владыка ответил очень коротко. Он сказал, ну, в конце концов, цель – это vulnerability, это уязвимость и открытость перед Богом. Цель молитвы как уязвимость – это неожиданно для людей, которые в церкви ищут очень часто, мы все часто очень ищем неуязвимости, как будто бы церковь – это еще одна степень защиты, когда нам в мире тревожно, опасно, сложно, мы приходим для того, чтобы защититься. И так странно, что владыка Антоний считал, что целью молитвы является то, чтобы сделать, наконец, нас уязвимыми, уязвимыми перед Богом и перед друг другом. Без этой уязвимости невозможна встреча. И второе условие встречи – это благодарность для него, и поэтому его мысль существенно евхаристична, не только в литургическом смысле, но и в антропологическом. Его богословие действительно евхаристично. И я приведу лишь одну цитату. Все цитаты из его проповедей. И мне было важно сохранить этот язык и огонь слова проповеди, потому что именно из этого языка рождалось его богословие. Если только мы осознаем, что ничто из того, что мы называем своим, нам не принадлежит, и одновременно поймем, что это нам дано Богом и людьми, вокруг нас начинает водворяться Божье Царство. Если бы мы действительно были внимательны к тому, что происходит в жизни, мы могли из всего бы собрать, как пчела собирает мед, благодарность. Благодарность за каждое движение, за дыхание свободное, за небо открытое, за все человеческие отношения. И тогда жизнь делалась бы все богаче и богаче, по мере того, как мы будто беднели бы все больше и больше. Потому что когда у человека больше ничего нет, и он осознает, что все в жизни милость и любовь, он уже вошел в Царство Божье. Вот замечательно в этих словах не то, что он как бы вошел или приблизился к порогу, а действительно переступил. Вот для владыки Антония это открытие заповеди блаженства нищете духом означало тот шаг, который позволяет переступить. И это каждый раз мы делаем, когда благодарим. Вот это сила благодарности, которая позволяет нам непосредственно войти в Царство Небесное, для него было тоже очень определяющим для мысли. Если говорить об истоках его богословия, то нужно подчеркнуть две вещи, которые всегда характеризовали его стиль. Очевидный источник – это слово «евангельское», и для него евангельский текст значит гораздо больше, чем тексты святых отцов. Это видно в любом его тексте. И вторая вещь – это тексты литургически пропитанные и построенные. Вот это литургическое и евангелическое начало очень необычное для традиции русского богословия XX века, и, может быть, в сильной степени характеризует мысль владыки Антония. Но вот если мы остановимся на такой очень краткой поверхностной характеристике его богословия общения, то следующий пункт, к которому я хотел перейти – это пункт о том, в какой мере для него путь христианина – это путь видения. Насколько евангельский путь, путь христианина – это школа определенного видения наших отношений друг с другом. В чем она заключается? С одной стороны, он стал известен во всем мире где-то в конце 60-х, в начале 70-х годов, когда появились его первые книги, и все первые книги были посвящены молитве. Ну, наверное, самая известная его книга – это книга «School for Prayer», «Школа молитвы». В русском переводе она называется «Учитесь молиться». Это 1971 год. Действительно, как-то его тексты, посвященные этому искусству, настолько ясные, впечатляющие, что они хорошо известны. Любопытно, что они обращены не только к православным, не только к христианам, они обращены к любому человеку во Вселенной. Он, так шутя, подчеркивал, что когда он читал лекции в Оксфорде, он на дверях храма повесил объявление, что на эти лекции строго запрещается приходить верующим, потому что он собирался говорить о молитве, о тех вопросах, которые верующие себе уже давно не задают. Ну вот, можно было попробовать заново. И так появилась книга «Школа молитвы». Об этой школе можно говорить много, но я скажу просто единственное первое. Вот пример его суждения. Молитва по своей сути – встреча, встреча души и Бога. Но для того, чтобы встреча стала реальной, обе личности, которые в ней участвуют, должны быть действительно самими собой. Между тем, мы в огромной степени нереальны. И Бог в наших взаимоотношениях так часто нереален для нас. Мы думаем, что обращаемся к Богу, а на деле обращаемся к образу Бога, созданному нашим воображением. И мы думаем, что стоим перед Ним со всей правдивостью, тогда как на деле выставляем вместо себя кого-то, кто не является нашим подлинным «я». актера, подставное лицо, театральный персонаж. Недавно я нашел, наконец, формулу, которая позволяет как-то емко выразить этот пункт, очень важный для владыки Антони. Но это пункт, который для меня очень дорого стоит. Действительно, очень часто в школе, в школе очень часто, в университете, в других местах, видно, очень видно, ясно, как человек старается сохранить лицо, и как раз в тот момент, когда он старается его сохранить, он его теряет. Это совершенно загадочная потеря лица в тот момент, когда ты занят его сохранением. Это действительно первый, безусловный, парадокс, логически неразрешимый, практически разрешимый для богословия лица. Если лицо – это то, что мы открываем во встрече, то благодаря чему мы встречаемся, то очень важно присмотреться к тому, как мы теряем реализм, когда стараемся сохранить лицо. Вот для него это было некое безусловное требование реализма в молитве. И об этой реалистической встрече говоря, он из нее выводил следующую огромную задачу, благодаря которой христианство становится не столько утешением для мира, сколько вызовом. Я очень люблю проповеди, которые он произносил, пишут в книге, что это проповеди в России. Он никогда не называл страну, в которую он хотел приехать, и приезжал в СССР. Это слово было совершенно табуировано в его словаре. Он всегда говорил, что он едет в Россию, хотя путешествовал, конечно, везде. Он ни разу не был у себя дома. Впервые ему удалось появиться в 1960 году. Он объехал очень много мест, включая Псково-Печерский монастырь. И от того путешествия почти ничего не осталось, но появилась его манера проповедей в бывшем Советском Союзе. Вообще он был выдающийся проповедник, но любопытно, что каждый раз в храме он понимал, что у него есть дар свободного слова. Его никто не собирается проверять, как-то контролировать. Поэтому из 10-15 минут обратиться к людям, которых он видит впервые, может быть, больше никогда не увидит, обратиться со всем тем, что накопилось в течение всей его жизни, с тем самым дорогим, что он хотел бы сказать. И вот мой любимый фрагмент, который совершенно его характеризует, это московская проповедь в такого рода ситуации, когда он, прямо обращаясь к собравшимся, говорит, встреча – это всегда радость, потому что всякая встреча от Бога, потому что всякая встреча – это мгновение, когда люди оказываются лицом к лицу, иногда на очень короткое мгновение, а вместе с тем и навсегда. Ибо раз встретившись, сердцем, верой, любовью, общей надеждой, под сенью общего креста, под сиянием общего грядущего победного воскресения, уже расстаться нельзя. Расстояние земли людей не разлучают. Это для него очень ясная постановка проблемы. Действительно, когда в нашей жизни происходят большие встречи, с большими встречами связана как будто бы великая печаль, что когда-то придется расставаться, может быть, встретились на 10 минут, и все, больше никогда не увидимся, как тогда в храме. Но он серьезно старался донести очень простое утверждение, что если мы сегодня постараемся, то между нами может что-то произойти такое, что уже никто никогда не сможет разлучить. По крайней мере, расстояние людей точно не разлучают. Грехи разлучают, еще что-то разлучают, но не расстояние. Вот он не только об этом говорил, но предлагал путь того, как этому научиться. Для него христианство было именно такой школой евангельского видения глубины всякой встречи. Не только особой встречи, не только выдающейся встречи, но всякой. На остановке, на конференции, в другом городе, в трамвае. Вот всякий человек, который послан мне в моей жизни, не просто присутствует, а между нами есть евангельская глубина. И это мое дело, увидеть эту глубину или не увидеть, отозваться на нее или не отозваться. Но она есть. Если она есть, то есть какая-то школа. Школа, позволяющая ее видеть. И в этом смысле богословие владыки Антония, это именно школа такого рода видения евангельской глубины любой встречи. Школа очень заманчивая, и в оставшиеся 10 минут я хочу показать три урока этой школы. Чтобы это сделать, я рискую, конечно, время потерять, но все равно расскажу. Есть случай, который позволил мне понять, в чем настоящая проблема современной и школы, и христианской школы. Эта история случилась с одним великим фотографом Борисом Михайловым, который открывал свою выставку в одном из европейских музеев. Это была огромная выставка, удивительная по своей значимости, размаху. Он вышел из музея современного искусства и вдруг увидел страшное в центре одной из европейских столиц. Настолько страшное, что он как фотограф, фотографы часто, когда боятся, начинают фотографировать. Что он начал все это фотографировать. И я уже видел это как фотопроект. Он увидел взрослого, серьезного, совсем не смеющегося человека с руками по локоть в красном, как будто в крови, который что-то очень серьезно, не отвлекая, сделал. Оказалось, делает он следующее. На автобусной установке стоял пакет вишен спелых. Он брал одну, разрывал пополам, доставал косточку, аккуратно шел в угол, бросал мусорный бак. Возвращался, брал оставшуюся плоть этой вишни, шел в другую часть сквера, копал ямку, сажал эту вишню, засыпал, возвращался, брал из оставшегося пакета следующую вишню и так не успокоился, пока все не посадил. Это длилось несколько часов. Это грандиозный перформанс, из-за которого все современные художники завидуют сумасшедшим. Потому что иногда сумасшедшим удается сделать гораздо более пронзительные вещи, чем самому великому современному художнику. Но смотрите, что делал этот человек? Этот человек сажал вишневый сад. Он работал методично, хорошо работал, не отвлекался. То есть его нельзя упрекнуть в ленности, отсутствие трудолюбия, отсутствие методичности. И, конечно, он ждал вишневого сада, но мы знаем, что не будет. И, конечно, можно провести даже конференцию, почему не удалось. И можно обсуждать его всякие способности, хороший он садовник или плохой. Но важно только одно в этой истории, что почему-то он считал, что в эту технологию входит выбрасывание косточек в мусорный бак. Почему-то, если не выбросить, то ничего не получится. Вот когда мы сегодня смотрим на школу и на многие опыты создания христианских школ, такое чувство, что мы, безусловно, выращиваем очень красивый вишневый сад, но чего-то не растет. Вот и может быть, дело не только в том, что мы мало работаем, плохо молимся и так далее, а в том, что мы почему-то решили косточки выбросить. И хорошо бы было понять, какие косточки мы выбросили. И постараться их вернуть. Вот я эту историю, притчу фактически всегда рассказываю, когда говорю о современной школе, не о христианской школе, просто о современной, о христианской, поскольку в ней многое повторяется. Но все-таки это и рассказ о призвании христианской школы. Что это за косточки? И каким образом владыка Антоний позволяет их увидеть? Первое, что таинственным образом потеряла современная школа, об этом много говорят, это о воспитанном удивлении. Из школы как будто бы ушла эта дисциплина воспитания удивления. Существует прекрасная лекция епископа Калиста Вера о христианском смысле удивления, где он говорит о том, что то, что привнесло христианство в университет, это новый, свежий мотив воспитанного удивления. Действительно, для владыки Антония воспитание удивления, воспитание уязвимости – это очень близкие вещи. Я покажу вам одно его суждение. Мы, церковь, призваны быть тем, чем Христос был в мире. Мы призваны войти в этот мир не в защитной броне, ограждающей нас от всякой опасности. Мы не призваны объединяться в мощной организации и общества, способные противостоять окружающим нас напастям. Нам не следует составлять человеческие союзы ради того, чтобы победить врага, кто бы он ни был. Мы должны согласиться быть лишь тем, чем был Христос, чем был Бог, явленный в своем человечестве. Уязвимый, беззащитный, хрупкий, побежденный, как будто презренный и презираемый, и тем не менее бывший откровением чего-то чрезвычайно важного, величия человека. Вот действительно такое высокое понимание ценности, уязвимости, ценности, позиции, удивленности перед реальностью, которая является непосредственным результатом следования за Христом, это то, что христианская школа должна воспитать, должна взрастить, и от этой уязвимости, от корня этой уязвимости рождается способность к удивлению, на которой потом строится преподавание физики, химии, литературы, физкультуры, всего. Второй мотив, может быть, еще более существенен, то, насколько современная школа потеряла вопрос о призвании человека. Я очень люблю Буберовскую историю о том, как один хасидский раби Зуся ходил и плакал целый день, а до этого всегда веселился, и был веселый учитель. И все его очень любили и утешали, и спрашивали, ну, Зуся, что ты плачешь, что-то случилось, ты что-то узнал? Он говорил, да, я понял, что скоро умру, будет страшный суд, Господь призовет, спросит, и спросит такое, на что я совершенно не знаю, что ответить. Ну, что он тебя спросит? Неужели он спросит, почему ты не жил жизнь Моисея или Авраама? Нет, такие вопросы он не задает, к сожалению. Он задаст другой, на который у меня нет ответа. Что это за вопрос? Он спросит. Зуся, почему ты не жил жизнь Зусе? Я не знаю, что сказать. И плачу. Вот действительно, это наша способность жить не нашу жизнь, так последовательно и целоустремленно, и совершенно не понимать, что значит жить свою собственную, ничью, другую. Это, конечно, глубочайший антропологический парадокс. И, конечно, это тема о человеческом достоинстве, о том, что означает моя судьба во всей школьной истории. И владыка Антония здесь очень важный свидетель. В 1967 году в Оксфорде он был приглашен прочитать лекцию к началу года, и он выбрал любопытную тему. В русском переводе она называется «Проповедь об истинном достоинстве человека», где он в 1967 году, пережив Вторую мировую войну, сопротивление, вообще весь ужас 20 века, говорил так. Сейчас, извините, запутался в трех листиках. Два представления вышли на первый план. Быть может, с большей ясностью после войны, чем до нее. Хорошая постановка задачи. Какие в христианской традиции представления вышли с большей ясностью после войны? И вот первое представление о величии человека, о его значимости как для других людей, так и для Бога, и представление о человеческой солидарности. Вот эти два пункта мне хотелось прокомментировать за оставшиеся три минуты. Вот пункт первый, о величии человека. Сегодня явно, как-то очень ясно, сильно чувствуется, что дискуссии общественные, культурные, политические, даже в какой-то степени возвращаются к проблеме достоинства человека. И мы привыкли эту тему обсуждать минималистски. Как будто бы мы говорим о достоинстве чаще всего в ситуациях попранного достоинства, когда к человеку относятся недостойным образом, меньше, чем он есть. Меньше, чем он есть. И действительно, христианская традиция это великий учитель усматривания в человеке большего, чем он есть. И на этом построена традиция милосердия, прощения. Но любопытный пункт максималистского понимания, достоинства, на котором всегда настаивал владыка Антоний. Он говорил, что мы могли себе позволить, мы христиане, могли себе позволить до 20 века аргументировать к величию Божьему через ничтожество человека. Как бы подчеркивая ничтожество человека, как будто бы открывать величие Бога. Он говорил, но после Второй мировой войны, после всей катастрофы 20 века, это совершенно невозможный риторический ход. Мы должны наложить пост на такого рода суждения, потому что все абсолютно наоборот. Христос нас явно принимает за кого-то гораздо больших, чем мы сами способны предположить в себе. То есть мы сами о себе не очень высокого мнения, и может быть самое великое, что мы открываем во встрече с Христом, то, что Христос гораздо серьезнее к нам, чем мы сами. Вот он видит и принимает нас за кого-то гораздо более достойных, чем мы сами. И христианство – это то место, и церковь – это то место, где человек узнает о себе гораздо больше, чем он способен был бы узнать во всех других местах. И это действительно начало рождения темы достоинства человека как плода христианской традиции. Он говорил об этом так. «Величие человека заключается в том, что он может быть недостойным сыном, он может быть кающимся сыном, он может вернуться в отчий дом, но только как сын. Каким бы недостойным сыном он ни был, он никогда не сможет стать достойным наемником». Вот так Бог смотрит на человека в перспективе его сыновства, которое даровано нам в оплощении Господа Иисуса Христа и которое заложено в акте сотворения и соответствует нашему призванию стать причастниками божественной природы. Это наше призвание, это то, чем мы должны быть. На меньшее Господь не согласен. Вот это утверждение, что на меньшее согласны обычно мы сами, но во встрече с Христом мы понимаем, что Он не согласен. И наш ответ Ему принять всерьез то, за кого Он нас всех принимает. И действительно, это принятие всерьез означает открытие темы достоинства и открытие ответа на вопрос Зуси о том, кто я, что такое моя настоящая жизнь перед лицом Христа. Вот и, наконец, третий пункт, это пункт человеческой солидарности, о котором говорит Владыка, как о важнейшем. И он этот пункт связывал, безусловно, с первым. Это последняя, последняя цитата, которую мне хотелось бы показать. Мы должны быть солидарны прежде всего со Христом, а в Нем со всеми людьми до последней черты, до полной меры жизни и смерти. И только тогда, если мы это принимаем, мы все, каждый из нас и сообщество всех верных, народ Божий, можем вырастать в то, что было во Христе и что было в апостолах, то есть в группу людей, которые обладают более величественным видением, чем мир, большим масштабом, чем мир, так, чтобы церковь от начала могла содержать в себе все это, могла быть причастной ко всем условиям существования человека и поэтому могла вести человечество ко спасению. Спасибо. Пока здесь. Спасибо большое, Александр. У нас есть время для одного вопроса, потом у нас, к счастью, у нас пауза, во время которой можно будет задать больше вопросов. Здравствуйте. Спасибо большое за ваш рассказ. Могли бы немного подробнее рассказать о воспитанном удивлении, ну, чуть-чуть развернуто, связи с уязвленностью и уязвимостью тоже. Спасибо. Скажите, а вы педагог или пострадавшая? Надеюсь быть и педагогом, и пострадавшим тоже. Спасибо. Вот это огромная тема, огромная тема, но прежде всего сегодня всерьез обсуждается такой педагогический подход, когда мы можем быть свидетелями того, что наши дети в школе более или менее, поскольку они школу закончили, умеют отвечать на любые вопросы. То есть, вот когда ты человека на улице останавливаешь и задаешь вопрос, будет ответ. Может быть, неприятный для нас, но будет. И это не то, что человек потеряется, он никогда не теряется, он умеет, он был в школе, он отвечал и не на такое. Но интересно, что когда человек задает вопрос, он становится беспомощен так, как будто в школу он не ходил. Как будто бы это способность заставить вопросы, задавать вопрос, отдано на откуп случаю. Школьник, который в классе задает вопрос, выглядит как угроза. Если он хорошо задает вопрос, это катастрофа. Он срывает какой-то процесс. Действительно, сегодня мы видим, как рождается почти стихийно педагогика, которая считает, что нужно тратить не меньше усилия на способность ставить воспитанный вопрос, не менее важно, чем отвечать. И оказывается, что это совершенно огромное пространство работы. Вот Владык Антоний, как с этим связан. Последние годы, перед смертью, он решился на очень неожиданный жест. Это жест, слава Богу, стал книгой. Книга называется «Уверенность в вещах невидимых». Это лекции, беседы традиционные, которые он вел в своем соборе на Эннис Могарденс в Лондоне с прихожанами, со всеми желающими. Но он знал, что он умирает, знал, что не так уж много у него времени. Поэтому он решил поделиться последними вопросами. Что такое последние вопросы? Последние вопросы, это такие вопросы, которые бы он хотел задать Господу, потому что он не знает ответа. Он не знает ответа. Это для него очень трудные вопросы, которые связаны с его жизнью. И он надеется не просто их задать Господу, но и разделить со всеми. Он хотел, он очень страстно хотел передать своим прихожанам, что вера это и доверие ко Христу. Доверие означает, что мы можем открывать самые неудобные, самые трудные, чудовищные вопросы именно потому, что мы доверяем поскольку отношения больше, чем ответ. Отношения больше, чем ответ. Звучит это так более-менее успокаивающе, но, конечно, когда вы начнете читать эту книгу, вы увидите, насколько это действительно трудные вопросы, насколько они часто нас разоружают. Действительно, это красота, доверие, которое зашло так далеко, что мы можем Господу подарить наши самые тяжелые вопросы вместе со всеми. Это то, что было для него очень важно. И он всегда начинал с таких вопросов. И я, это что касается педагогики, а что касается пострадавших, я по первому образованию физик, и меня всегда удивляло то, что в нашей школе была такая способность, когда вы до первого сентября где-то идете в школу, и даже если вы троечник, вы берете новенькие учебники, с которыми будете жить год, листаете их и не можете так как-то удивлены, не можете поверить счастью, неужели в вас это все поместят, вот это вот все, да, и ты полон надежд, ожиданий, что вот география, физика, все перед тобой, ты несешь, даже тяжело нести, проходит очень короткое время, в разных школах с этой задачей по-разному справляются, и ты к этим учебникам начинаешь относиться как к угрозе, вот как будто бы школа вместо того, чтобы культивировать удивление, умеет профессионально его превращать во что-то нежизнеспособное, вот эти попытки вернуться к началу, увидеть к тому, увидеть, насколько всякая тема в нашей жизни, в нашей школе существенно связана с нашей способностью культивировать удивление, удивление, между прочим, это риск большой, это связано с темой риска, действительно очень важно, важно в любой школе, не только в христианской, но христианская школа имеет привилегию, эта привилегия заключается в том, что мы можем на этом удивлении строить наши программы. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.